Добрейшего дня, меня зовут Максим Это моя жена Зина Сегодня мы снимем еще один ролик относительно покупок еды в Америке, питания После нашего прошлого ролика получил много обоснованной критики что я снял нефтью потребительскую корзину поэтому сегодня мы расширили наши закупки Вот этот вот ассортимент мы только что купили в магазине Walmart вот он чек у нас, на 84$ Значит я буду комментировать, а Зина мне будет ассистировать Значит вот это у нас картошечка Вес у нас 20 фунтов Это приблизительно 10 кг Сегодня была распродажа 2$ Красная картошка, такая крупная без каких-то там повреждений То есть совершенно другое качество не то, что продается в Ашане или в Перекрестке Сразу говорю, очень хорошая картошка Регулярная цена конечно чуть-чуть подороже, но это сегодня распродажа Поехали дальше Капуска у нас Так, вот это у нас по-моему стоило по 2$ Это стоило у нас Продукт для Америки не специфичный Если покупать в Коске, конечно, там будет подешевле Просто крабовые палочки здесь не часто покупают У них не специфический товар Сырочек Это у нас сырная Такая строганина Для салатов По-моему тоже 2$ она стоила Это у нас чеддер Аналог чеддера приблизительно Это 226 грамм 2 бакса он стоил такой в нарезке По-моему 2,86 она стоит 2,86 сосиски Значит, по качеству продукта Чтобы меня никто не упрекал, что все это какое-то дешевое С ГМО и так далее Значит, я профессиональный обжора 3,25 Сколько? 3,25 3,25 Это вот такие вот Клендельки Но, как бы, надо себя радовать Немножко дорого, но клендельки Так Упаковка вот таких сарды Сколько она стоила По чеку посмотреть Не помнишь? Не помнишь, да? По-моему, такая упаковка шестерышку стоила Она стоит 3,50 3,50 стоит, да? Да, 3,50 Посмотрю Смог Смог Да, точно 3,50 Все Следующую давай Чай стоит 4,50 4,50 4,50 Ну, ты покупаешь у нас чай, поэтому ты помнишь цену 4,50 100 пак Липтон Молоко стоит 2,65 2,65 Молоко 3,5% Молоко хорошее А, 2% мы сегодня взяли, да? Да, 2,50 Вот это я прокомментирую Это моя тема Значит, вот это вот Чтобы было понятно Сегодня была распродажа Это у нас такой вот набор Значит, здесь 1 фунт салями 2 видов нарезки Полфунт одного вида Полфунта другого вида И еще полфунта сыра Это швейцарский сыр Наподобие элементаря Но это местное производство Салями очень хорошего качества Я хочу сказать, что Не хуже, чем Клинские продукты Которые в Москве Перекраски продаются Еще раз говорю Что я профессиональный обжора Поэтому продукты себе Плохие покупать не буду Если есть какие-то вопросы По поводу там ГМО и так далее То есть сразу говорю Я выбираю нормальные продукты Которые вкусные И не вредят здоровью Значит, вот такая вот Такой вот Пэк для сэндвичей Чтобы под фильм С пивом посидеть Стоит 9 долларов 9 долларов То есть, еще раз говорю Общий вес Двух колбас Это фунт И полфунта Швейцарского сыра Так, это твой Это у нас Зина любит Обезжиренный Такой вот Хэм Это ветчина Из Индюшки Стоит на 2,39 За полфунта Такая вот нарезочка Свеженькая Прямо от большого кусочка Это для салата Это мы для салата Купили дешевую ветчину Ее сегодня Дзин будет салатик делать Стоит 1,52 Вес Тоже полфунта 2,65 Да Сельдерейт Любимый 2,65 Такой сладкий Вкусненький Идем дальше Яйца Это я помню Я сегодня как раз Не приценивался Значит Яички у нас Дюжина есть 12 штук Взяли Очень большие Ларч Значит Они у нас Здесь стоили 1,78 Если брать Более большую Паковку 18 штук Она естественно Будет стоить дешевле Детское питание Значит Герберское питание Покупаем 56 Не надо Я смотрел сегодня 56 56 центов Герберское питание Так Что у нас еще Сладкая вода Доллар Да Сладкая водичка Решили Сематозиком Потравить Вот Купили вкусную водичку Что-то свеженькое И надо Хочется Что-то вот Такого вредного Для здоровья 6 долларов А Вот это Значит Вот это Вот у нас Замороженные котлеты Замороженные котлеты Вес у нас здесь 1,36 Или 3 фунта Значит Стоит Это у нас 6 долларов Сразу говорю Это натуральное мясо Натуральное мясо Натуральное Замороженное мясо Без всякой фигни Без всякой сои Я себе Сою продукты Не покупаю Вот Это нормальное Вкусное Натуральное мясо То есть Чтобы не было Ко мне потом Каких вопросов Что я Купил что-то такое Соевое за очень дешево. 3,25. Ага, грибочки 3,25. Ну, немножко дорого. Потому что нарезки вот и в такой вот упаковке можно было взять, конечно, подешевле. Сегодня просто не было целиковых грибов. Купили для салата. Сколько? 99 центов. За помидорки. 2,50 вам стоило. Мандаришки у нас. Вкусненькие, сладенькие. Вот, легко чистится. Которая вот с такой специальной корочкой, чтобы можно было быстренько почистить. Очень вкусно. Их бананов на 68 центов. Да. Ой-ой-ой, падает-падает. Еще дарить банан у нас 68 центов за фунт. За ветку, да? Да. О, как. Круто. Нормально. Давай дальше. Огурцы. Огурцы. Огурцы, почем они у нас? Огурцы стоят... Один угрец стоит где-то 60 центов. Вот такая вот, да? Да. Ага, хорошо. Ну, это большие курсы такие вот. Творожочек. Творожочек, творожочек. Не помню. То ли полтора, то ли два доллара. Не помнишь? Да, около двух долларов. Около двух долларов. Надо по чеку посмотреть, вот. Ладно, принципиально. Давай дальше. Яблочки у нас... Я для ребенка взяла яблоки. Яблочки у нас, почем у нас получаются? Яблоки у нас стоят около двух, около двух долларов. Около двух долларов. Так, два доллара у нас тут яблоки. Так, дальше у нас тут. Каждый йогурт стоит 68 центов. 68 центов за йогурт. Каждый йогурт. 68 центов. Ага, так, снимаем дальше. Ну и пончики, да, самое главное. Каждый пончик стоит 58 центов. Каждый пончик. И здесь пять пончиков. Угу. Вот. Ну и вот, собственно говоря, вот все, что мы сегодня накупили. Это у нас 84 доллара. Я могу даже вот так вот чек пробежаться, для желающих там внимательно поизучать что-то написанное, какие там ценники. Там вы можете потом скриншот сделать и проанализировать, потому что в магазине как-то не сподручно все подробно снимать. Ну, чтобы было понятно. То есть, вполне нормальные себе цены. Где-то даже дешевле в московских. Чтобы было понятно. Все. Оставайтесь с нами в канале и увидите много чего интересного. Будут вопросы, пишите в личку.